На сегодняшний день уже определены объекты незаконного строительства. Три года назад было вынесено 2700 решений суда о сносе объектов, построенных без разрешительных документов. Сейчас эта цифра на порядок меньше. Мы определили все те объекты, которые сегодня у нас предъявлены к исполнению по сносам администрации города Сочи. Среди них есть достаточно крупные многоэтажные здания. В целом мы менялись мнениями и выразили общую точку зрения о том, что больших проблем здесь нет. Там, где должники отказались добровольно исполнять эти обязанности, по крайней мере таких сейчас 14 крупных объектов по Сочи, мы приступаем к мероприятиям по принудительному сносу. Мы дальше идем и уже принимать будем меры на этапе незаконного строительства на Цоколе, как говорят, обеспечительные меры будем принимать. И, как сказал Артур Олегович, руководитель федеральной службы, мы обязательно сделаем так, что все наши незаконные застройщики поймут, этого делать не надо. Потому что любая незаконная стройка приводит этого предпринимателя к банкротству, а вот само банкротство может привести еще и к дальнейшим действиям, вплоть до уголовной ответственности.